Всем привет! Вы смотрите канал Карман и Ураган, я Дина Джи, и прямо сейчас я нахожусь в Индии, в городе Решикеш, где я большую часть времени проживаю. И все остальное время, что я не живу в Индии, я путешествую по разным странам. И очень часто люди задают мне вопрос, это самый популярный вопрос, как я зарабатываю, чем я зарабатываю, и как мне удается вот так вот путешествовать постоянно, на какие, собственно, деньги. И в этом видео я хочу рассказать о своей рабочей модели, которую я сама себе придумала, сама создала, сама выбрала и сама практикую вот уже несколько лет. И попробую дать вам конкретные инструкции, конкретные техники по переходу на такую модель работы. Ну что, погнали! Для тех, кто со мной еще не знаком, не знаком с моим каналом и видит меня впервые, немножечко расскажу про свой опыт. Вот у меня в свое время с 2012 года были в разных городах России и йога-центры, и кафешки, и магазины, и кофейни, и сезонная торговля курортная, и чем я только не занималась, какие только виды бизнеса я не пробовала. Но потом в один прекрасный момент я все это бросила, закрыла полностью свое ИП, перешла на удаленную работу, на работу в интернете, и стала путешествовать и жить, в общем-то, той жизнью, которая мне нравится. Кстати, у меня на канале есть видео, оно называется «Как построить бизнес в интернете». Вот в этом видео я рассказываю подробно о своем опыте и даю пошаговую инструкцию, как открыть свой интернет-магазин в Инстаграме, какие техники есть продвижения, как нужно оформлять. То есть все пошагово, с нуля рассказываю, как можно выстроить свой бизнес в Инстаграме или в группе ВКонтакте, ну то есть онлайн. Ссылочку на это видео я прикреплю в описании сюда, и кроме того, она у вас встает вот где-то вот здесь, вот в подсказочках, так что можно с ним ознакомиться будет после просмотра этого видео. Друзья, а теперь переходим к делу. Та модель, о которой я хочу рассказать, моя рабочая модель, я назвала ее «Интервальная модель работы». Название такое, как вы уже догадались, происходит от слова «Интервал», то есть такой вид работы, такая модель работы подразумевает интервальность. Вот, я для себя выбрала оптимальную интервальность, это полгода, то есть я полгода работаю и полгода я не работаю. Интервальная модель подразумевает работу через какие-то интервалы, это может быть 3 месяца через 3, или там 3 через 2, или там 5 через 2, опять же. То есть это каждый человек может выбрать свою оптимальную модель в зависимости от своего там рода деятельности, от своих возможностей, способностей и так далее. Сразу скажу, что все, о чем я говорю, во-первых, это мой личный опыт, и ни в коем случае не претендует на абсолютную истину, во-вторых, я даю идею. То есть я ни в коем случае не говорю «повторяйте за мной, делайте так, как я», потому что для того, чтобы зарабатывать так, как я, нужно быть мной, другого шанса нет. Но я даю идею, а вы уже думайте сами, исходя из своего образа жизни, исходя из своих желаний, потребностей и так далее, попробуйте эту идею адаптировать под свой образ жизни, под свою жизнь. Опять же, в том случае, если вам это откликнется, если вам эта модель рабочая покажется приятной, приемлемой, и вам захочется ее попробовать попрактиковать. Есть в интернете такое смешное видео, сказочка про стрекозы и муравья. Сейчас я сделаю вставку, давайте посмотрим вместе, посмеемся немножечко, а потом продолжим. Попрыгунь из стрекоза, обалдели глаза. Целое лето только прыгал, водка жрал, ногами дрыгал, и работать не хотел. Потому и не вспотел. А мураш за ушкладом был. В юрта он в мешках носил, чай, урю, киш-миш, хурма. Готовлялся на зиму. А стрекоз над ним смеял. Фотка жрал, ногой болтал. Ты смеешься, почему? Говорит мураш ему. Скоро с небу вода летит. Где потом твоя сидит? Стрекоза хаха запел, удал, послал и улетел. Скоро снег в вода пошел. Стрекозак мураш пришел. Вах, салам, мороз в степе. Ты пусти меня к себе. А пока на двор хана, буду я тебе жена. А мураш, Анашка, пых. Твоя думал, я кутих. За лепешка спать с тобой? Думаешь, такой тупой? Целое лето только прыгал. Жрал орак, ногами дрыгал. Не здоровался со мной. Хель отсюда, песни пой. В этой басне правда есть. Если хочешь вкусно есть, летом надо работать. А зимой нога болтать. О как! Ну что, друзья, вот такая вот сказочка. С одной стороны смешно, а с другой стороны на самом деле очень жизненно. И мораль всей басни, я думаю, что вы уловили. И вот я как раз поддерживаю вот такую вот модель работы. А как я пришла к такой модели? Все началось как раз таки с курортной торговли, когда я решила попробовать заняться курортной торговлей. А курортная торговля – это торговля сезонная. Ты все лето работаешь, там до октября месяца зарабатываешь какую-то сумму, и потом на эти деньги живешь. Так живут очень многие в Краснодарском крае, на побережье. То есть они за лето зарабатывают, потом зимой на эти деньги живут. Но единственный минус такой модели – то, что, во-первых, тебе приходится работать летом, а работать летом, ну, мне, например, не хочется. Мне хочется летом отдыхать как раз таки. А во-вторых, это привязка к месту. То есть все-таки это физическая привязка, и ты зависишь от определенного места. Вот для меня идеальный вариант все-таки – это удаленная работа. Это работа через интернет, когда ты не привязан к никакому месту конкретному. Ну и плюс сезонная торговля, курортная, особенно у нас в Краснодарском крае. Кто пробовал хоть раз, тот знает, что это жестко. Это очень сложно, тяжело и физически, и психически. Это выматывает, это связано с кучей всяких разных нюансов. И поэтому, ну, такая деятельность, она, ну, лично мне пришлась в какой-то момент определенной не по душе, поэтому я прекратила этим заниматься. Я за то, чтобы работа, любая работа, любая деятельность приносила радость и удовольствие. В чем преимущество интервальной модели работы? Вот для меня, как для человека, который любит путешествовать, это вообще самая оптимальная модель, потому что она мне позволяет полгода жить в том месте, в котором я хочу жить, в том месте, в котором мне приятно жить, приятно находиться, заниматься любимой деятельностью, зарабатывать, а потом полгода путешествовать и отдыхать, то есть наслаждаться жизнью, заниматься всем тем, чем я хочу заниматься. То есть для меня такая модель очень удобна. Давайте перейдем к технике, как на эту модель перейти, независимо от вашей деятельности. Самое первое, что нужно сделать, это избавиться от стереотипа. Стереотип у нас такой обычно. Не работаю равно не зарабатываю равно прозебаю. То есть у большинства людей в голове сидит вот такая мысль. Если я не работаю, соответственно, я не получаю доход, раз я не работаю, да, что логично. Но самое абсурдное в этом уравнении, то, что это означает то, что я прозебаю. То есть раз я не работаю, значит, соответственно, я бездельничаю. Это априори у нас в головах сидит. Значит, раз ты не работаешь, значит, ты бездельник, тунеядец, там, сгильдяешь и лопай, обалдуй и еще там другие слова, не буду их говорить, вы поняли. Вот, то есть в первую очередь нужно избавиться от этого стереотипа. От того, что если вы не работаете, это значит, что вы плохой человек, грубо говоря. У нас люди привыкли пахать, вот постоянно пахать, 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 работать, потом уезжать в свой отпуск какой-то очень такой ограниченный, мизерный просто отпуск, чуть-чуть там порослабляться, и потом приезжать и опять пахать. И так вот из года в год, из года в год пахать, пахать и пахать, постоянно зарабатывать. И получается у нас, как в том анекдоте, жизнь уходила на то, чтобы на нее зарабатывать. А получается, жить-то когда? Жить некогда, потому что всю жизнь ты зарабатываешь, зарабатываешь и зарабатываешь, зарабатываешь и тратишь. Такое вот у нас, к сожалению, царит в современном обществе, что нужно постоянно пахать, постоянно работать и постоянно зарабатывать, зарабатывать, делать бабло. Вот сразу скажу, сейчас оставьте все «но», потому что сейчас будет очень много «но», а у меня съемная квартира, если я не буду работать, мне нечем будет платить, а у меня дети, мне нужно их обеспечить. Сейчас я прошу оставить все «но» и послушать мою модель, которую я предлагаю, и потом подумать, как ее применить. Потому что, опять же, я в самом начале сказала, что я никого, ни в коем случае не агитирую переходить всех поголовно на такую модель работы. Я просто даю идею, которую, возможно, многим придется по душе, и они захотят ее попробовать на себе. Поэтому послушайте идею для начала, а потом подумайте, как ее в свою жизнь применить. Поэтому сейчас все «но» вот эти вот прошу оставить. Потому что на самом деле в любой ситуации всегда нужно искать возможности, а не препятствия. А у нас многие люди, они ищут препятствия и сразу «но», 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 «но». Так вот, еще раз прошу пока вот эти «но» немножечко припрятать и посмотреть, какие есть возможности. И попробовать их в своем собственном случае применить. Так вот, как я уже говорила, нужно избавиться от стереотипа, что не работать – это плохо. Не работать, на самом деле, это нормально. Я не из семьи олигархов, у меня нет там нескольких квартир, которые я сдаю и за счет этих денег живу. Нет, я работаю, я зарабатываю, я работаю упорно. Я работаю, порой бывает и без выходных, но я работаю полгода, потому что я знаю, что я сейчас вот полгода поработаю, а потом я полгода буду отдыхать. И меня это устраивает, меня такая модель устраивает. И вот мы плавно переходим к двум таким понятиям, как работа и деятельность. Вот я прошу не путать понятие работа и понятие деятельность. Все-таки это немного разные вещи. Работа подразумевает собой, что ты совершаешь какие-то усилия и занимаешься какой-то деятельностью, которая приносит тебе заработок. При этом эта работа не факт, что это твоя любимая работа, не факт, что она тебе нравится, что тебе работать легко. То есть это работа, которая просто тебя кормит. Давайте сейчас понятие работы вот так вот обобщим. Деятельность это все-таки немножко другое. Деятельность это какое-то любимое занятие, то, чем ваше хобби какое-то, которым вы занимаетесь. Не важно, приносит это вам доход или не приносит. То есть деятельность это просто какое-то ваше занятие, которое вам приносит удовольствие. Давайте вот сейчас вот так вот пока временно обозначим понятие работы и деятельности. Я думаю, что вы поняли разницу. И самый идеальный вариант это когда работа и деятельность, они совпадают. То есть если ваша любимая деятельность является вашей работой, и она приносит вам доход, то это вообще самый идеальный вариант. У таких людей все хорошо, все прекрасно. И к этому, я считаю, должен стремиться абсолютно каждый человек. Для этого нужно, во-первых, избавиться от стереотипов, избавиться от каких-либо страхов, больше общаться с людьми, с разными. Не бояться продвигать себя, самого себя, стать собственным менеджером самим себя, продвигать свои услуги, свои таланты. Не слушать мнения общества, ни в коем случае ни общества, ни родителей, никто за вас в вашу жизни не проживет. Поэтому нужно слушать в данном случае только самого себя и каких-то компетентных источников, авторитетов, которым вы доверяете конкретно в этом вопросе. То есть нужно действовать, не нужно ждать, не нужно бояться. Нужно обязательно пробовать, пробовать зарабатывать тем, что вам нравится. Пробовать заниматься любимым делом, если у вас есть какое-то хобби, заниматься им. И пробовать свою деятельность монетизировать, заниматься любимым делом и постараться сделать так, чтобы это начало приносить доход. Понятно, что не все готовы это делать сразу, вот так вот сразу взять и уволиться, хотя есть и такие люди, и вы знаете, многие из них очень успешны, которые увольняются с нелюбимой работы, сразу начинают заниматься своим любимым делом, и это начинает им приносить доход. Такие люди есть, да, но я понимаю, что не все такие отважные, у кого-то опять сейчас скажут, что есть какие-то обязательства, да, я не спорю, есть люди, у которых есть обязательства, там, проплата жилья, там, маленькие дети и так далее. Но опять же, все свои но пока немножечко down, сделаем down, и послушаем принцип, принцип, о котором я говорю. То есть нужно пробовать и постепенно стараться переходить на любимую деятельность. Можно продолжать, например, работать на своей работе и в какое-то свободное время уделять своей любимой деятельности и потихонечку продвигать ее, потихонечку ее монетизировать, и потом в дальнейшем, когда это начнет уже ощутимый доход вам приносить, уже отказываться от нелюбимой работы и заниматься только своей любимой деятельностью в удовольствии. Если мы будем все свое свободное время или там большую часть своего свободного времени тратить на то, чтобы тупо зарабатывать на жизнь, нам некогда будет жить. То есть жизнь будет уходить на то, чтобы на нее зарабатывать, а жить-то когда? Жить получается некогда, а жить нужно учиться, нужно научиться жить, нужно научиться проводить время так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не было потом сожалений. Потому что лучше, как известная фраза гласит, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего ты не сделал. Поэтому нужно все время действовать, пробовать, пытаться, стараться и никогда не прекращать эти попытки. Даже если они неудачные, все равно продолжать что-то придумывать, креативить, изучать этот вопрос и общаться с единомышленниками и пытаться что-то постоянно предпринимать. Третий очень важный и необходимый пункт для того, чтобы пришел успех, это цель. То есть очень важно иметь цель и очень важно вообще понимать, а зачем ты работаешь. То есть вот задать себе вопрос, а для чего я работаю? Вот я работаю там на какой-то конкретной работе, зачем я на ней работаю? Вот ради чего я работаю и почему я до сих пор на ней работаю? Особенно если это работа нелюбимая, если это работа изматывающая. Вот нужно подставить себе вот такие вопросы и постараться честно на них ответить. Здесь опять же мы сталкиваемся вот с этим стереотипом, что надо работать. Общество, семья, там какие-то родственники, телевизор, там все что угодно нам навязывает вот этот стереотип, что надо работать, надо работать. Мне кажется, это пережиток еще советских времен, когда за тунеядство сажали. И вот у людей сформировалось, у русских людей сформировался вот такой стереотип, что нужно постоянно работать, нужно постоянно зарабатывать. Потому что если ты не работаешь и при этом у тебя нет пассивного дохода, да, вот я сейчас говорю о том, у кого нет пассивного дохода. Если у человека есть стабильный, хороший, пассивный доход, он может не работать, его бездельником вряд ли кто-то назовет, потому что он себя обеспечивает. Я сейчас говорю о тех, у кого нет пассивного дохода, чтобы они не думали, что если у человека нет пассивного дохода, и он при этом не работает, то его надо считать разгильдяем, шалопаем и всеми вот этими словами, которые я уже говорила. Нет, это не так, и от этого стереотипа нужно избавляться от того, что надо вот работать, 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 не работаешь, все, ты никто. На мой взгляд, бездельником можно назвать такого человека, у которого нет деятельности. А как я уже говорю, работа и деятельность, это все-таки разные понятия. Вот у кого нет деятельности, кто такой апатичный овощ, который лежит на диване, прозябает, живет там какой-нибудь маменькин сынок, сидит в компьютерные игры, играет, живет на зарплату, на пенсию своей престарелой мамы, вот это бездельник. Вот это самый настоящий бездельник. А человек, который просто не работает, но при этом у него есть деятельность, и который пусть даже, допустим, и не приносит ему доход, его бездельником назвать ни в коем случае нельзя. Я сейчас говорю, вот не забывайте, не отклоняемся от темы, что я говорю про интервальную модель работы. То есть, если человек, например, как я, полгода работает и полгода не работает, и вот эти полгода, которые он не работает, и у него нет пассивного дохода, при этом его бездельником назвать нельзя. Это, можно сказать, его законный отдых. То есть, он за эти полгода заработал столько денег, что эти деньги, они позволяют ему полгода не работать. Я вот о чем говорю. И, опять же, эти интервалы можно выстраивать как угодно. То есть, если вы три месяца поработали, заработали себе денег на ближайшие три месяца, то можно три месяца отдыхать, потом три месяца опять поработать, и потом три месяца опять отдыхать. Ну, или заниматься деятельностью, да, то есть, три месяца вы работаете, вы впахиваете, вы зарабатываете, а потом три месяца вы занимаетесь любимой деятельностью, которая, может быть, и не приносит вам доход, но это ваше любимое занятие. А обеспечиваете вы себя за счет вот этих средств, которые вы заработали за вот эти вот три месяца. Бездельников как раз отличает то, что у них нет цели. У них поэтому и деятельности нет, и работы нет, потому что у них нет цели. Цель здесь очень важная штука, очень важный такой маячок, который позволяет вам постоянно быть активным, который вас вдохновляет и позволяет двигаться дальше, двигаться в направлении к этой цели. Поэтому цель очень важна. Но цель нужно уметь правильно выстраивать. Во-первых, цель должна быть реальной, то есть это не должна быть какая-то расплывчатая, непонятная, аморфная цель из области фантастики. Это должна быть четкая, конкретная и реально осуществимая цель. Во-вторых, путь к этой цели нужно выстроить так, чтобы он был в радость. Потому что если поставить себе цель очень тяжелую, очень труднодостижимую, например, накопить за год с нуля на квартиру в центре Москвы, которая стоит 25 миллионов. При том, что ты работаешь там каким-нибудь слесарем-сантехником в Брянске. То есть эта цель, она не совсем, скажем так, реальная. Ну, это как пример. Поэтому путь к этой цели, он может быть очень трудным. Да, может быть человек и реально готов и осознает, что он готов, он прям так хочет, что он готов за это взяться. Но он будет себя выматывать. То есть он будет работать с утра до ночи, будет спать по 3-4 часа в сутки, будет есть там хлеб и воду. И вот любой ценой он должен заработать. То есть такой метод я не приемлю. То есть путь к цели, он должен быть в радость, он должен быть более-менее в удовольствии. Поэтому нужно ставить себе реальные цели. Иначе есть шанс того, что ты себя убьешь, угробишь свое здоровье и в итоге ничего не получишь. И что потом будет на выходе. На выходе будет гнев, разочарование. И человек, у которого там психика неустойчивая, он может спиться, может там неизвестно, что вообще может случиться. Поэтому нужно ставить себе реально осуществимые цели. И желательно, переходим к третьему пункту, на короткие интервалы. То есть не ставить долгоиграющих целей. Цели должны быть какими-то краткосрочными. То есть на ближайший год, ну максимум там на три. И если эта цель связана с законодательством, например, там кто-то хочет получить какое-то гражданство, и это растягивается там на пять лет, то да, тогда можно там поставить себе такую цель пятилетнюю и к ней идти потихонечку. А вообще желательно ставить себе цели вот на ближайший год. Потому что каждый год ситуация в мире меняется, особенно сейчас. Все сами видят, что происходит в мире, и время очень нестабильное. И в такое нестабильное время нельзя ставить себе какие-то далеко играющие цели. Даже в стабильные времена нельзя ставить себе такие цели, потому что мы никогда не знаем, когда вот эта стабильность закончится. Она может закончиться в любой миг, потому что в любой миг, казалось бы, ничего не предвещало беды, но в любой миг может смениться правительство, может какая-то катастрофа глобальная. Ну все, что угодно может случиться. Поэтому нужно стараться жить в настоящем моменте, жить здесь и сейчас, и если не сегодняшним днем, то хотя бы ставить цели себе на ближайший год и не больше. Далее, следующий важный пункт в постановке целей – это наличие резервных целей. Вот почему я, например, никогда не обламываюсь, даже если какая-то моя цель летит псу под хвост. Потому что у меня помимо плана А всегда есть еще план Б, С, Д и так далее. Потому что, опять же, может быть все что угодно. Вот я запланировала поездку, например, в одну страну, и вот тут бабах, и мне не дают визу. И я могла бы обломаться, но нет, у меня есть план Б. Если мне не дают визу в эту страну, значит я на этот период поеду вот в ту страну. Вот, то есть это план Б. Следующий вариант – как сейчас вот, например, перекрыли все границы. Все, значит сидишь в своей стране и путешествуешь по той стране, в которой ты, как говорится, застрял. Все, наслаждаешься жизнью в той стране, в которой ты находишься. Если ты живешь в России и хотел попутешествовать по Европе, а Европа там вдруг закрылась, ну, значит путешествуй по России. В России много прекрасных мест, куда можно съездить. Много, на самом деле, поистине удивительных мест. Вот я объехала этим летом практически всю центральную Россию, от Черного моря и туда на север, почти до Белого моря. И у меня есть плейлист на канале «Ураганный трип». Вот сейчас тоже всплывет подсказочка, можете ознакомиться. За два месяца на машине мы объехали 12 тысяч километров через всю страну, ну, центральную ее часть, и побывали в таких удивительных местах. И это только малая часть. На самом деле в России тоже очень-очень много всего интересного. Там Байкал, Урал, туда Дальний Восток, ну и так далее. Ну, и так можно сказать о любой другой стороне. Поэтому, если вот, допустим, с путешествием обломились, наслаждайтесь тогда моментом в той стране, в которой вы находитесь, или в том городе. Может быть еще и четвертый расклад, что вы, например, сломали ногу, и вы вообще никуда не едете, да? То есть тогда у нас уже, это был у нас план А, Б и С, вот у нас вступает в силу план Д. План Д такой, значит, лежим дома, читаем книжки, едим пироженки, смотрим какие-то развивающие ролики, что-то изучаем. Ну, опять же, то есть нужно искать возможности, а не препятствия. Нужно находить выгоду в самой невыгодной ситуации. То есть нужно уметь искать позитив в негативе. Поэтому нужно строить себе резервные цели, резервные планы вот такие, сразу, заранее. Вот как только вы план А себе построили, да, вот куда-то поехать, или там что-то купить, или что-то сделать, и сразу же ставите себе план Б, С, Д. То есть, а если будет так, то я буду делать вот это, а если вот так, то буду делать вот это. Вот, то есть сразу себе вот эти вот сценарии проработать, чтобы потом не обломаться именно психически, не обломаться, не сидеть, не расстраиваться, не плакаться, что ой, какая я несчастная, что ой, какой я несчастный, вот, обломался. Вот, чтобы этого не было, ставьте себе резервные цели. Итак, следующий очень важный инструмент в переходе на интервальную рабочую модель, это финансовое планирование. Без финансового планирования считать, что все пропало, финансовое планирование нужно обязательно, причем это планирование должно быть очень четким. Вот мне опять же задают вопрос, а откуда у тебя деньги на путешествия? Ответ такой, во-первых, я эти деньги заработала, во-вторых, я четко знаю, на что мне нужны деньги и сколько мне нужно денег, да, вот я собираюсь в какое-то конкретное путешествие. Я четко прорабатываю себе финансовую цель, то есть я узнаю, а сколько мне будут стоить билеты в эту страну, а сколько мне нужно денег на визу, а сколько мне нужно денег на страховку, а сколько на покушать, на отели там или, ну вообще, на житье-бытье, а сколько у меня еще должно быть на карманные расходы, а еще какой-то резерв у меня должен быть на какие-то форс-мажорные ситуации. То есть я вот это вот все себе очень четко прорабатываю, когда ставлю себе какую-то цель, любую цель. То есть опять же возвращаемся к предыдущему пункту цели, и еще раз, если нужно, прокручиваем и переслушиваем, что нужно уметь ставить себе грамотные четкие цели. Что касается финансового планирования, то всегда нужно делать с запасом. Например, вот вы знаете, что билеты стоят 30 тысяч рублей, но нужно учитывать все риски. Например, авиакомпания вдруг отменяет рейс, один из рейсов, и вам придется эти билеты покупать уже по другой цене, например, у другой авиакомпании. Ну или у вас там меняются планы, вам нужно раньше улететь вдруг, форс-мажорные обстоятельства заставляют вас вернуться раньше. То есть вот на вот эти риски всегда нужно округлять и закладывать большую сумму. Тогда вы будете уверены, что вам этих денег, ну, с 99% долей вероятности должно будет хватить. Следующий инструмент технический по переходу на интервальную модель работы, это постепенный переход на удаленку. То есть постепенный переход в интернет на реализацию своих товаров, либо своих услуг и плодов своей деятельности через интернет. У многих людей, опять же, существует вот такой стереотип, что удаленная работа – это когда вы через интернет на компьютере выполняете какие-то задания. То есть удаленная работа у вас ассоциируется с каким-то фрилансом, с какой-то деятельностью на компьютере. То есть вы что-то печатаете или вы делаете там какой-то дизайн, какие-то проекты, то есть это работа на компьютере. Но на самом деле это не так. Удаленная работа – это не только работа на компьютере. Удаленная работа – это непривязанность к месту. Это может быть любая деятельность, плоды которой вы реализуете удаленно, не привязываясь к конкретному месту. То есть вы можете сидеть в каком-нибудь лесу в Калужской области, делать какие-то изделия и реализовывать их через интернет. Вот это будет являться удаленной работой. То есть вы не привязаны к месту. Вы можете потом переехать в какое-то другое место, там этой же деятельностью заниматься и опять же реализовывать свою продукцию через интернет. Это тоже будет удаленной работой. То есть вы не привязаны к какому-то конкретному месту. Кроме того, есть очень много профессий, которые позволяют работать удаленно. И даже если вы работаете в офисе, вы можете попробовать поговорить со своим начальством, чтобы вас перевели на удаленную работу. Сейчас, кстати, этот народ массово практикует в обязательном порядке. В связи с ситуацией в мире очень многих перевели на удаленную работу, и люди учатся как раз работать из дома. И мне кажется, это очень крутая практика, потому что люди поймут, что на самом деле не обязательно толкаться в этом общественном транспорте, или стоять в пробках, каждое утро приезжать вот в этот дурацкий, нелюбимый офис, вот этот коллектив, где там неприятная рабочая атмосфера, и работать удаленно из любого приятного места, либо из своего дома, либо вообще из любой другой страны. Там на деревне у бабушки можно сидеть, там на даче, в лесу, в любых комфортных условиях, где есть компьютер, где есть интернет. А это сейчас есть в общем-то везде. То есть проблем с компьютером и с интернетом нет ни у кого. Да, я понимаю, что есть профессии, которые привязаны к конкретному месту. Если вы работаете врачом скорой помощи, то у вас никакая удаленка не получится. Но если это ваша любимая работа, и вы чувствуете, что это ваше призвание помогать людям, я опять же никого не пропагандирую переходить на какую-то удаленную работу, на интервальную модель работы. Хотя врачом скорой помощи можно работать и интервально. Вы полгода работаете, а полгода вы не работаете. Речь не идет ни о какой пропаганде и о том, что это единственная правильная модель. Нет. То есть я здесь делюсь своим опытом, делюсь своими идеями, а вы уже, если вас это интересует, если вы хотите попробовать пожить такой вот жизнью, то вы можете эту модель применить на свою жизнь и подумать, как сделать так, чтобы это все воплотить в реальность. Кроме того, сейчас очень популярность большую набирают онлайн-школы. Вы можете организовать свою онлайн-школу. Люди, вы не представляете, на чем зарабатывать деньги. Они организуют онлайн-школы по выращиванию капусты, по изучению языков, какие-то поделки делать, хендмейд, шитье. То есть все, что угодно, вплоть до строительства. То есть любой навык, которым вы обладаете, вы можете монетизировать. Если вы сами не умеете вот этого делать, то есть не знаете, как вот этот, ну, сам процесс, как организовать вот эту онлайн-школу, там, если вы не дружите там с инстаграмами, с ютубами, с камерами и так далее, то есть сейчас очень большая прослойка так называемых продюсеров. Опять же, эти онлайн-школы, они готовят продюсеров, которые как раз ищут специалистов. То есть есть люди, которые ищут тех, кто обладает какими-то навыками. Потому что не все умеют что-то делать, но есть люди, которые готовы продвигать тех, кто что-то умеет. То есть вы связываетесь с таким продюсером и говорите, а я вот умею печь пироги, я вот хочу организовать онлайн-школу, и давайте вот с вами договариваться. И продюсер уже вас начинает продвигать, вы с ним уже обсуждаете. То есть все технические моменты он делает за вас. Вам только требуется печь пироги, собственно, и поставить телефон, и снимать это все на камеру. Все, больше от вас ничего не требуется. Вот, поэтому сейчас возможностей на самом деле масса. И как я всегда продолжаю в каждом своем видео про работу говорить вот эту простую истину, что работу не найдет только ленивый. В любом месте, где бы человек не находился, он способен найти работу. Если у тебя есть руки, ноги, ты можешь найти работу в любой стране. Не важно, даже знаешь ты язык, не знаешь ты язык. Если у тебя есть руки, ноги, голова на плечах, ты по-любому найдешь работу. Даже, кстати, и ноги не обязательно. Главное, чтобы голова и руки. Кстати, очень рекомендую канал своего друга Артура Салихова, который как раз занимается тем, что помогает людям переходить на удаленную работу. У него есть такой проект «Переход», где он обучает людей путешествовать, жить свободной жизнью и зарабатывать удаленно, независимо от того, какие у человека есть навыки. Поэтому переходите по ссылке, сейчас тоже это где-то всплывет, и обязательно еще в описании прикреплю ссылку на канал Артура и ознакомьтесь с его видеороликами. Очень вдохновляюще. Давайте еще приведу вот такой пример, такую модель, которая для кого-то может стать рабочей. Например, семья с детьми живет в каком-то городе в российском глубинке, снимает квартиру. В этой квартире уже много вещей накопилось. То есть нет возможности взять, собрать вот эти все вещи и куда-то быстренько свалить. В таком случае можно попробовать сделать так. Например, если вы выбрали интервальную модель полгода на полгода. Вот вы полгода поработали, заработали какую-то определенную сумму, и на оставшиеся полгода переезжайте в какую-то другую страну, где жизнь намного дешевле, где лучше условия, и где жизнь дешевле. Вот, например, там в тот же Таиланд или в ту же Индию, или в какую-то другую азиатскую страну, где комфортно, особенно на зимний период. А если вы хотите, чтобы за вами осталась эта квартира, вы ее просто пересдаете. Очень многие хозяева согласны на субаренду, поэтому вы можете эту квартиру просто пересдать, чтобы она закрепилась за вами. И также арендатору объявить, что вы уезжаете вот на полгода, и что квартиру эту сдаете на полгода. Чтобы человек, который в эту квартиру въедет, он был готов, что через полгода вы вернетесь, ему надо эту квартиру освободить. Таким образом, все ваши вещи, да, вы куда-то там в шкафчик под ключик, а, соответственно, в другой стране вы уже снимаете жилье за намного меньшую сумму, потому что, ну, как известно, жизнь в Азии, она намного дешевле, а при этом еще и комфортнее и приятнее. Но опять же, это на любителя, да, то есть я сейчас предлагаю идею. Конечно, далеко не все готовы поехать там в Индию и в Талант. Это просто идея. Кроме того, эту квартиру можно пересдать еще, я вам тихаря скажу, немножко подороже. То есть вы там ее снимаете за 18 тысяч рублей, а сдавать можете, пересдать, да, в субаренду за 20, и еще у вас 2 тысячи будет профита. Ну, вот многие люди так делают на самом деле, и ничего в этом зазорного абсолютно нет. Многие, конечно, могут сказать, а как это я накоплю, вот, чтобы полгода не работать, а чем я буду платить вот в Азии, вот я поеду там в Таиланд, а там же мне тоже надо будет снимать, а как я буду платить, а чем я там буду заниматься, а я не смогу накопить столько денег. И начнется опять вот эти но. Еще раз говорю, ребят, оставьте все вот эти вот но, и подумайте, как вот эту вот схему, которую я вам сейчас только что рассказала, применить в своем конкретном случае. Может быть, у вас не получится на полгода уехать, но у вас получится уехать на месяц, на два, на три, и пожить, по крайней мере, спокойной жизнью, занимаясь какой-то любимой деятельностью. Вот вы давно, у вас есть мечта, давно вы там хотите освоить какой-то навык, но все, нет времени, потому что вы все время пашите. Так вот, вы пропашите там, ну, какой-то интервал, и потом на другой интервал куда-то поедьте в спокойное место, и там займитесь уже, наконец, вот этой вашей любимой деятельностью, освоите новый навык, и попробуйте его монетизировать. И опять же, как только у вас всплывают в голове вот эти вот самые но, да, вот эти вот страхи, вот эти предрассудки, возвращайтесь всегда к пункту цели, потому что, если у вас цель действительно желанная, если вы действительно хотите, вот, как говорится, было бы желание, вот, и сразу откроются возможности, потому что у людей, люди не умеют ставить цели, и, видимо, они настолько уже то ли отчаялись, то ли запуганы они, то ли они вот этими стереотипами, рамками обусловлены настолько, что они даже боятся ставить цели, и не то, что боятся к ним идти, что-то делать, какие-то шаги, они боятся даже эти цели ставить, потому что заранее они думают, что все эти цели обречены на провалы. И вот для этого я рекомендую слушать людей, у которых уже получился такой опыт, таких людей масса. Вот опять же канал Артура Сальхова, который с двумя маленькими детьми уже 5 лет живет свободной жизнью, при том, что он вообще, можно сказать, из низов вырвался в такую жизнь. И сейчас, благодаря своему опыту, обучает и вдохновляет тысячи других людей. Если у вас есть четко поставленная цель, да, может быть, вам придется где-то чуть-чуть ужаться, где-то там свои растраты как-то немножечко снизить, немножечко переиграть свои ценности и свои потребности, как-то урегулировать таким образом, чтобы вот эту вот вашу цель осуществить. Но зато сейчас вот вы немножечко поработаете, да, понапряжетесь, а потом у вас будет достаточно длительный период времени, чтобы заниматься тем, чем вам нравится, чтобы жить в кайф, чтобы жить в удовольствии. Потому что, на мой взгляд, конечно, вот этого отпуска, который идет у нас, стандартный отпуск, там, две недели или, может быть, даже месяц у кого-то, его очень мало, ребята. Одного месяца, а тем более двух недель, очень мало. Человек не успевает расслабиться, он приезжает там куда-то на курорт, он протрачивает все деньги просто, спускает на всю катушку, он все время в напряжении, он понимает, что у него бюджет ограничен. Во-первых, ему давит то, что он через две недели уже должен вернуться и опять начать работать. Во-вторых, он знает, что у него ограниченное количество денег вот на эти две недели, и у некоторых этих денег очень мало. То есть человек в напряжении, он, по сути дела, не отдыхает, потому что на него давят вот эти рамки. А чтобы эти рамки не давили, то вот этот интервал нерабочий, его нужно стараться максимально расширять. Вот для меня это вот такой интервал. То есть я полгода усиленно работаю, и полгода потом я просто кайфую. Но я на самом деле, когда работаю, кайфую, потому что я занимаюсь любимой деятельностью, но к этому нужно прийти, к этому нужно идти, и я тоже не сразу к этому пришла, но у меня получилось, и я надеюсь, что у вас тоже получится. Итак, друзья, давайте подытожим еще раз. Во-первых, избавиться от стереотипа «не работаю равно не зарабатываю равно прозебаю». Во-вторых, попробовать заниматься только любимой деятельностью сразу или постепенно, и превратить свое хобби в источник дохода, то есть монетизировать свою любимую деятельность. В-третьих, ответить себе на вопросы «а зачем и ради чего ты работаешь и зарабатываешь?», «зачем тебе нужны деньги?» и поставить себе грамотные, четкие и выполнимые цели. Не забывать при этом про резервное планирование, то есть планы А, Б, С, Д и так далее. В-четвертых, научиться грамотно использовать инструмент финансового планирования, причем все суммы всегда рассчитывать с запасом. Не строить долгоиграющих планов и каких-то суперглобальных целей, и оптимальный вариант планирования на ближайший год. В-пятых, постепенно переходить на удаленную работу, чтобы не быть привязанными к определенному месту. Ну и напоследок, общаться с теми, кто вас вдохновляет, смотреть вдохновляющие видео, постараться перенять опыт тех, кто уже чего-то в жизни достиг, и кто своим примером показывает, что любую мечту можно воплотить в жизнь. Ставьте больше времени проводить именно с такими людьми, и они будут заряжать вас своей энергетикой. Прислушивайтесь к их советам, действуйте, ничего не бойтесь, даже если первый, второй, третий раз у вас ничего не получится, продолжайте предпринимать попытки. И в конце концов, обязательно к вам придет успех. Как говорил Илья Терт, хочешь быть стрелком, иди к стрелку. Хочешь быть счастливым, иди к тому, кто счастлив. Хочешь быть мудрецом, иди к тому, кто мудр. На этом у меня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментарии под этим видео, я обязательно на них отвечу. Если видео понравилось и было полезным, буду рада, если поставите лайк. Спасибо большое за просмотр. С вами была Дина Джи и канал Карманный Урагон. До новых встреч, пока!